Доброго всем денёчка! Я вас приглашаю в свой новый влог о готовке, а точнее заготовке на зиму. Урожай спеет на даче. И сегодня я занимаюсь сушкой томатов. Сушу помидору. Я вам покажу, как я это делаю. Вот порезала свои помидорчики на сегменты. Помидоры лучше брать такие, чтобы они были мясистые, чтобы в них было поменьше сока. Тогда они лучше сохнут. И сейчас я устанавливаю конвекцию. Можно потом переключить наверх-низ. И температуру во время сушки нужно установить от 60 до 70 градусов. Я поставлю... Давайте пока на 70 разогрею, а потом уже поставлю 65. И вот так вот много-много часов я сушу томаты в нашей духовке. Но у меня ещё есть и портативная сушка. Когда мне её мои мальчишки достанут, она у меня на антресоле наверху, туда добраться я не могу. Достанут я вам её покажу. Так, что сейчас нужно сделать перед тем, как отправить в духовочку? Сейчас нужно их немножечко присолить. И вы знаете, не только присолить. Сестра в том году мне говорит, Ира, а я ещё немножечко даю на помидоры с сахаром. Хотя помидоры дачные, свои собственные, руками выращенные. Но они сладенькие, очень сладенькие. И особенно вот эти рыжики. Но чуть-чуть, буквально вот на вот этот объём помидор, на целый противень, ну столовую ложечку, буквально не верхом, по чуть-чуть сахарку. Вы знаете, невероятное вот это сочетание. Я вам много раз говорила, сладкого и солёного. Когда соль подчёркивает сахар, а сахар подчёркивает соль, получается вот это сочетание, ну просто бесконечно вкусным. А это второй противень. И ещё я сюда насыпала прованские травы. Можно брать итальянские травы. В принципе, они схожи по составу. Вот. Иногда я беру сушёный базилик. И тоже присыпаю вот поверхность помидорчиков. А иногда я добавляю его послойно в баночку. Вот эти вот приправы. Положил слой помидорчиков, присыпал немножечко, не забыл. Вот этих приправок. Очень-очень ароматный получается состав. В том числе и ароматное масло потом получается. Которым помидорки заливаются. Всё. Отправляю сушиться. У меня уже первая стоит. Иногда, знаете, я даже как делаю иногда. Так, знаете, куда мне её? Куда мне её? Давайте вот так. Вторым противнем. Иногда первые пары часов я... Так, а что-то у меня тут пыль какая-то. Вроде недавно мыло. Ха-ха! Так. Пару часов можно вот так, чтобы влага вышла. Вот. А потом хорошо подсыхать начинает. Всё. Так, смотрите, что получилось. Вот. Сушила 9 часов. Этого достаточно. Вот такое получается обезвоженное, но не пересушенное. Вот такие они должны быть. Так, у меня баночки. Я всегда из года в год закрываю в эти баночки. Очень мне нравится, как в них хранится. Вот они с прорезиненной крышечкой и вот таким вот фиксатором. Как бы клапан такой плотный. Смотрите, одну уже баночку я наполнила. На дно резанный чесночок, потом помидоры. Вот так вот. В середину тоже резанный чесночок. Наверху у меня тоже резанный чесночок. И добавила вот эти итальянские травы. Итальянской кухни. Так. Вот. Теперь заполняю вторую банку. Сейчас всё сложу. Тоже на дно чесночок. Потом я выкладываю туда помидорчики. Набиваю плотно. Вот. Мне нравится, когда открываешь. И так вот прям кушаешь-кушаешь. Брускеты с творожным сыром. Разные бутерброды. Ну, это просто незаменимое блюдо. Нам очень нравится. В борщи люблю добавлять. Такой привкус даёт борщу. Просто оригинальный. Рассказываю вам, Мауса, мой аж солёньки текут. Вкусные-вкусные. Они такие солёно-сладенькие. Ещё и с приправкой чудно. Так, сейчас баночку заполню. Покажу вам, что будем делать дальше. На большую банку я беру 3 зубчика чеснока. Вот у меня прям крупные. Всё зависит от ваших предпочтений, приоритетов. Кто-то чеснок просто не может есть, потому что проблемы с ЖКТ. А кто-то имеет такую возможность, любит и это делает. Поэтому здесь всё на ваш вкус. На маленькую баночку у меня пошло 2 зубчика таких немаленьких. Ну и приправку. Кстати, вот помидоры, я вам же говорила, даже с базиликом очень вкусно. У меня есть заготовленный много лет назад на даче. У нас базилик растёт. Я его сушу, и он у меня стоит в баночках. И по необходимости я его в разные блюда добавляю. Тоже можно добавлять, можно нет. Опять-таки, если вы не любите, пожалуйста, можно обойтись без этого. Без этой приправы. Так, дальше работаем. Я нагреваю растительное масло. Когда начинает подниматься сизый пар над ней, всё, значит масло прогрето до нужной температуры. Ну а тут я вот сейчас намыла огурчиков. Опять-таки, я думаю, что баночки 3-1,5 литровых у меня получатся. Сегодня буду закрывать без кабачков. Потому что пока они не подоспели, не позрели. Поэтому только с огурчиками сделаю закаточки. С разогретым маслом нужно быть предельно аккуратными. Кто-то заливает холодным маслом. Я всегда горячим. Мне кажется, что они так лучше хранятся. Хранить в холодильнике до полугода. Они хорошо хранятся в холодном помещении без проблем. В подвал мы не спускаем. Всё-таки, как по мне, в подвале для этой заготовки тепловата. А в холодильнике у меня в основном отсеке плюс 2. Ну и поэтому хорошо всё постепенно делаю, чтобы у меня баночки не треснули. Закрываем. Даём остыть и в холодильничек. А за время хранения, ну пока кушать будем, да, даю сколько? Может быть, дней 10, пару неделек. Чтобы оно вот так вот постояло в этом составе. Масло становится невероятно ароматным. Его можно использовать в заправку к любому салату. Оно пропитывается итальянскими травами, букетом, плюс чесночком. Ну а помидорки у нас идут по назначению. Готово! Ну а я что? Я творю дальше. Я делаю гуляш мясной. Пережарила мясо. Добавила туда измельчённый лук. Одну головку и пол морковки на мелкой тёрке. Я сейчас всё это пережарю. Залью водичкой. Добавлю много томатного соуса. Любой, который вы предпочитаете. Я люблю какой-нибудь краснодарский. И обязательно добавляю чили. Для того, чтобы у меня гуляш был немножко со стримкой. Ну и всё. Когда у меня есть гуляш, к любому гарниру, я знаю, что у меня всегда есть заправка. Много делаю. Храню в холодильнике в ёмкости, естественно, если мы не съедаем. И всё. Быстренько прибежал, когда занят. Гарнир приготовил. И всегда я знаю, что у меня есть в холодильнике, чем заправить этот гарнир. Мы любим. Не сухо и очень вкусно. Я думаю, и полезно. А ещё, когда высокий сезон помидор, урожайный, да? Сейчас я перебила. Наши помидорчики в блендере не поленилась. И добавлю сюда их в пережарку. Они сладенькие. Поэтому блюдо только будет выигрывать. Ой! Брызгаем. Блюдо будет только выигрывать от того, что я их сюда добавлю. Я взяла неяркие, у меня розовые и рыжие помидоры. Ну и теперь сюда томатную пасту. На вид мешанина, но зато какая вкусная. Мы любим. Ну а теперь я добавила водички. Я оставляю под крышечкой. Томится на часочек. А может быть, чуть поболее. Зависит от мягкости мяса. Решила вам всё-таки показать. Ну а рис я делаю так. На топлёном масле я прогреваю рис в мультиварке. Растопливаю масло. Топлёное беру, именно топлёное. А потом туда промытый рис. И 3-4 минутки вот так вот я всё это дело прогреваю. Ну а потом заливаю его 1-1,5 с водой. Вот. И до готовности. Знаете, какой он получается? Вот сейчас я его чуть-чуть прогреваю, обжариваю в топлёном масле. Вы не представляете, насколько он вкусно пахнет. Вот именно вкусным маслицем пахнет. Сливочным. И вот как раз во время вот этой вот процедуры, когда я его прогреваю с маслом, он напитывается именно сливочного масла. А уже потом я его варю. Девочки и мальчики, кто так не делает, рекомендую, попробуйте. Ну, я не знаю, ум отъешь. Я вот так булгур делаю и рис. Заливаю горячей водой. Вот только вскипело. Три вот этих вот чашечки. Всё. Всё. Переставляю свою старушку на режим. Видите, какая она у меня старенькая-старенькая. Ей лет, наверное, больше 15. Так, выключаем с жарки. И мы ставим на крупу. Поехали. Всё. Готовится. Я вам скажу больше. У меня был мультиповар. Мультиварка-мультиповар. С такими программами всякими там замудрёнными. Продала. Не нужна она мне. Вот. Сколько? Шесть режимов. Всё. Привыкла к ней. Замечательно. И пику в ней, и томлю, и гороховую кашу. Очень люблю в ней делать. Она получается такая прям разваристая. Какая должна быть. Ну, короче, вкуснота. Всё. И другой не надо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...